Открой глаза, все та же трещина, не бишь в стекле окна. А история с задержанием водителя автобуса имеет свое продолжение. Значит, через несколько дней после того, как задержание это вызвало некий резонанс в соцсетях, полиция Черниговской области у себя в Фейсбуке начали оправдываться и рассказывать, что у нас есть своя официальная версия. Давайте рассмотрим их официальную версию. Для начала они публикуют еще часть видео, которое якобы все полностью разъясняет. Но это просто разговор до момента задержания, то есть до того момента, который мы уже видели. Давайте посмотрим. Вы червонный проблесковый маячок видели? Не видели. У нас шла видеофиксация. Будь ласка, ваше посвящение водяя, эстетический документ транспортной защиты. Вы что-то порушили? Так, я вам уже сказал, что... Давайте складываем протокол... Звичайно, посвящение водяя, будь ласка. Давайте начнем розгляд справи. Для того, чтобы его распочат, мне нужно знать, что до кого справа будет рассматриваться. Будь ласка, ваше посвящение водяя. Показать, что вон у меня есть? Ні, чтобы я знал, что до кого будет рассматриваться сейчас справа. Показать, что до кого будет рассматриваться. Я вам показал, что воно есть. Я не бачу, кто вы. Я не бачу вашу фотографию. Будь ласка, предъявите для ознайомления. Фотографию покажи. Я не бачу вашу ім'я. Ви меня чуєте? Дивіться. За что будет рассматриваться? За что постановка? Ви повинні справиться? Ви не вживали? Вы решили правила дорожде. Які правила? Давайте начнем розгляд справи. За что мы говорим? Як я розпочну, якщо не бачу вашу ім'я, батькова та фамилию вашу? Призвище ваше не бачу? Я вам при розгляді справи все предоставлю. Я не можу його розпочати, поки не побачу. Ще до кого родне прави? Ще до кого? А хто ви? Ще до кого? Я громадянин України. Ви зараз водій. Будь ласка, предъявіть посвідчення або будь-який документ, який посвідчує вашу особу. Давайте резить протокол. Будь-який документ, який посвідчує вашу особу, будь ласка. Якщо ви зараз не дасте мені будь-який документ, який посвідчує вашу особу, ви будете затримані зараз. Давай затримати. Вы предъявите мне будь-який документ? Я не предъявляюсь. Будь ласка, предъявите. Останнень раз вам кажу, предъявите будь-який документ, який посвящую вашу особу, водитель. Вы неадекватны, чего вы кричите? Вы предъявляете документы? Скажите, будь ласка, это надолго, я не знаю, может ли он сейчас будет затриман? Все, я поняла, я это уже поняла. Дайте, будь ласка. За тесто, что вы зараз не заказили так маст個人? Итак, для засиланья ваша особCH, вы не чуете? Придъявите документы будь ласка. Документы придъявите, водитель, придъявіть будь Ласка ваши документы. Для чего? Водитель, я вас зараз отримаю, я попереджаю вас. Руки, руки... Б Beerи причине, вейдите. Двери buffите, вы не чуете чи нет? Будь Ласка придъявите ваши документы. Все, все придъявлю Все предъявлю. Підчините двері. Для чего? Чего вы зайшли на мою территорию? Чего вы зайшли на мою территорию? Документы предъявите, пожалуйста. Чего вы зайшли на мою территорию? Вы должны быть затриманными. Я вас попереджаю. Водитель. Затримуйте. Будь-який документ, который посвящен вашу особу. Я что? Паспорт або ваше посвященную водитель. Убив, убив, чи я это сам украл. Ви меня чуете, чи не? Чую. Я вам скажу, для того, чтобы з'ясувати вашу особистность, начать розвитку административної справи, я должен знать, до кого вона будет розглядатись. Что, что? Вы незаконно отримаете людей. Подождите, что вы мне делаете? Ого, хай вас доставить до работы. Будь-ласка, ваше посвященную водитель. Доверь, карьер, поїхи. Будь-ласка, предоставьте. Я не знаю, че вы имеете право крови. Я вам показал посвященную. Покажите мне, будь-ласка, посвященную водитель. Я вам показал. Вы меня чуете? Каждого дити дома. Поймали вы. Посвященную водитель. Поймите за нами, там его задержали. Я вам показал документ. И чиняйте двери. И чиняйте двери, водитель. Вы должны нас довести на это. Дивите, что вы еще? Я не понимаю. Я вам сейчас... Стоп, стоп. Слухайте меня. Слухайте меня. Зараз он мне покажет свое посвященную водитель. Я ему складу постанову. Поймите себе дальше. Водитель отмечает. Поймите за нами. Поймите, это нахерешно. Я не відмовляюсь. Окна я посвященную. Я не бачу вашу фамилию. Зачем она вам? Я не бачу. При розгляді справа я вам покажу и установлю это в мою слизу. Вы адекватные води? Я адекватные. Не нужно вон адекватный зараз. Так, будь ласка, посвященную водитель предъявить меню. Я вам предъявил. Вон у меня есть. Я вас сейчас затриму. Вы можете нас добить. Поймите, пожалуйста. Поймите, вы затриму. Поймите. Как по мне, в данный момент ничего особенного не разъясняет. Кроме того, что полицейские, в общем-то, предвзято относятся к водителю. Потому что там звучит такая фраза, что я сейчас проверю его удостоверение, выпишу ему постановление и вы себе поедете. То есть, все вот эти рассказы о рассмотрении дела, как бы ни о чем. То есть, у него одна задача. Получить данные персональные данного водителя и выписать ему постановление. После этого, в комментариях к этому посту, люди начали спрашивать. Так, подождите, а покажите, пожалуйста, что же вообще нарушил полицейский? Потому что они там начали рассказывать, что он не включал указатели поворотов. А потом рассказывали о том, что они его попытались остановить, включив проблесковые маячки, да, и подавали ему звуковой сигнал. Но он якобы не остановился и еще двигался какое-то время. И когда уже много людей спросило, а покажите нам вообще вот это вот самое правонарушение, они показали, и я вам покажу. Смотрите. 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 В принципе, можно информацию некую подчеркнуть из данного видео. На видео записана музыкальная дорожка. Ее туда поставил я. А почему? Сейчас я вам все разъясню. Увидели все, да? Все, что они показали. Вот это их официальная версия. И теперь давайте почитаем их пост. И дадим этому всему оценку. Вот они пишут. 16 октября. Объективно. Они пишут. Автобус двигался с нарушением правил дорожного движения. Вот если я объективно смотрю на данное видео, то да, есть основания полагать, что водитель при перестроении направо и при повороте направо не пользовался указателями поворота. Объективно. Давайте дальше. Полицейские подали водителю транспортного средства звуковой сигнал об остановке. Объективно давайте оценивать, да? На видео, которое показала нам полиция, ну вот почему там я музыкальную дорожку наложил, вы понимаете? А потому что они опубликовали видео, но саму звуковую дорожку из этого видео они убрали. Поэтому, чтобы оно не выглядело совсем скучным, я туда наложил музыку. А на видео ихнем нет звуковой дорожки. Поэтому вот они пишут. Подали водителю звуковой сигнал об остановке. Хорошо, я объективно оцениваю видео. Не подавали вы ему никакого сигнала об остановке. Это объективно. Дополнительно еще вы слышали люди там возмущались, говорили, что никто из них не слышал. Вот. Но при этом ни один полицейский из этих вот двоих почему-то этому не дал никакой оценки. И ни одного из этих людей не опросил по данному факту, слышали ли они или не слышали, как они подавали звуковой сигнал. Да. Или включали те же самые свои проблесковые маячки. Дальше. Водитель не отреагировал и продолжил движение, игнорируя звуковые сигналы, которых объективно не было. И включенные синие и красные проблесковые огни, которых тоже установить объективно невозможно, были ли они включены или нет. Потому что этого не видно на видео. Водитель автобуса проехал около километра до момента остановки. Теперь смотрите. Даже если допустить, что они там в какой-то из моментов включали свою эту люстру и подавали звуковой сигнал. То на видео мы видим, что происходит это буквально за несколько сотен метров до поворота и до этой развязки. А скажите пожалуйста, где он должен был остановиться? Объективно давайте. Объективно же хотим? Давайте объективно. Прямо на съезде или уже на развязке, там где по одной полосе для движения в каждую сторону. Я вижу так, что он принимает право, проезжает то место или те места, где его остановка будет мешать другим участникам дорожного движения и останавливается уже на обочине прямо на въезде в Козелец. То есть в принципе на видео я не вижу, чтобы его как-то принудительно останавливали. То есть я вижу объективно, что водитель остановился сам. Поэтому претензии по поводу того, что он не реагировал и ехал дальше, объективно никак не обоснованы. Потому что на видео мы абсолютно четко видим, что водитель сам останавливается, как это у нас, с соблюдением правил дорожного движения. Дальше читаем, что нам пишут эти товарищи. Во время общения с водителем инспектор патрульной полиции представился и указал нарушение ПДД, совершенное водителем. Тот стал отрицать доводы полицейского и пытался заручиться поддержкой пассажиров. Я, честно говоря, так нигде не услышал, что он там начал отрицать. Водитель несколько раз сказал, что давайте рассматривать дело. Что он там отрицал, я не знаю. Возможно, он отрицал, что он не слышал звуковой сигнал и не видел проблесковые маячки. Но если, опять повторимся, объективно мы оцениваем их все видео, то звукового сигнала и проблесковых маячков не было. Ну, не было и все. Поэтому, что он мог отрицать? Отрицать того, чего не было? Давайте дальше. Вот это вообще просто хохма. Из-за того, что водитель пытался сопротивляться, подвергал опасности сотрудников полиции, что самое главное, а также мог искалечить себя, понимаете. Они, полицейские, согласно закону нацполиции, применили к нему спецсредства наручники. Он мог себе навредить, поэтому ему наручники. Просто кошмар. Зачем это вообще писать? Лучше вот такое не пишите никогда. Но это просто стыд и позор. Гражданина доставили в Козелецкое отделение полиции, где была установлена его личность и составлены соответствующие административные материалы. Но поскольку пишут материалы, то я таки понимаю, что на него составили постановление за то, что он не пользовался указателями поворота. И, видимо, 122 прим вторую за неостановку. Но на место, я так понимаю, никто его не доставил. Так он и поехал. А теперь, какой вывод из этого всего я вижу? Допустим, из того, что я увидел, данный водитель нарушил правила дорожного движения в той части, что он не пользовался указателями поворота. Это я допускаю. Объективно рассматриваю. По поводу 122 прим 2. Ну, нет. Не вижу я этого здесь. Не было здесь этой статьи. Поэтому это мимо реально. Но самое главное. Что в такой ситуации должно было бы произойти в цивилизованной стране? Едет автобус, в котором люди, несколько десятков людей. Люди едут домой, как слышно, они рассказывают, с работы едут. Если же водитель действительно нарушил, что должен был сделать полицейский? Да, остановить вопросов нет. Дальше он должен был указать ему на причину его остановки. И если уже он собрался в отношении данного правонарушения рассматривать дело, то, видимо, в данном конкретном случае он должен был выписать ему приглашение на рассмотрение дела и отправить дальше по рейсу. Чтобы и люди доехали до дома вовремя и не стояли там на трассе. И чтобы, естественно, у человека была возможность подготовиться к процедуре рассмотрения дел. Вот это было бы правильно, законно и объективно.